Вы смотрите новости на телеканале «Север» в студии Ирина Цепитова. Мониторинг ледовой обстановки. Комиссия администрации Нинецкого округа по предупреждению о ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности во главе с вице-губернатором Сергеем Боенко с вертолета посмотрели развитие ледохода на печоре на границе с Коми. Полет проходил над территориями, которые наиболее уязвимы к паводку – Виской, Тошвицкой, Лаборским, Оксиной и Хунгуреем. Поднимаемся в воздух и берем курс на Республику Коми. Так сказать, навстречу ледоходу. На борту команда спасателей, руководство МЧС, вице-губернатор Сергей Боенко и, конечно, мы – журналисты. Занимаем самые удобные места. А в нашем случае – это места у иллюминаторов. Вид сверху впечатляет сразу. И вовсе не красотой тундры, а еще глубоко северным пейзажем. Глядя в иллюминатор, даже не верится, что на календаре 2 июня. Тундра как будто зимой еще в снегу, ну а печора практически вся покрыта льдом. Взгляды от земли не отводят и сотрудники экстренных служб. Визуальный осмотр реки не прекращается в течение всего полета. Причем спасатели тоже ведут видеозапись. Позже они соберутся в управлении и еще раз внимательно изучат состояние печоры. В рамках заказного рейса выполняем еще и социальную миссию. В селе Великовисочное забираем хлеб и молоко. В свежей продукции нуждаются жители Тошвиски и Щелина. Облетев эти деревни, двигаемся выше по реке. Сотрудники экстренных служб отмечают, что уровни воды на печоре в этом году небольшие. Как на территории республики Коми, так и в нашем регионе. Мы бы пролетели до Коми, до Леждука. Посмотрели в целом. Напротив населенных пунктов здесь все чисто. От границы, ну вот сколько мы уже километров, наверное, 15 пролетели тоже чисто. Далее до Каменки подвижки, до Хангурея даже подвижки. До Каменки разрывы льда есть. Ну, в принципе, по большому счету река готова. Готовы и взрывники. На случай, если на печоре образуется затор. Такого развития событий спасатели не исключают как раз из-за низких уровней воды. Что же касается прогноза, то пока числа остаются прежними. До окружной столицы ледоход может дойти уже к 6 июня. Надежда Хабарова, Вадим Стасюк, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова